всем привет если вам нужен производительный тонкий селфи смартфон то в этом видео вы такого не увидите но если монолитный мега защищенный бюджетник с крутым внешним видом и классной батареей вам по душе то смотрите до конца на тест не попала недавняя новинка среди защищенных смартфонов от okitel wp8 pro сейчас и посмотрим насколько защищен этот гаджет но для начала взглянем на его характеристики как только я его распаковал увидел что дизайн смартфона очень стильный вес очень приятный как для смартфона такого сегмента корпус прорезиненный с металлическими вставками это броневик со стильным дизайном и практически безрамочным дисплеем с каплевидной фронталкой и круглым модулем на задней панели для трех объективов и вспышки устройство имеет стандарт защиты а пи 68 и сертификат американской армии mil std 810g что означает полную защиту от внешних воздействий вы даже можете не бояться уронить ее в воду или на бетон аппарат идеально подойдет для активных людей спортсменов военным строителям пожарным охотникам рыбаками так далее его не страшно уронить намочить или замазать в грязи телефон не боится перепадов давления солнечной радиации температурных колебаний отлично работает как при минус 55 градусах так и при экстремальных плюс 60 но это проверим потом производитель оснастил модель большим и ярким 6 половиной дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением hd plus 720 на 1560 пикселей в каплевидном вырезе которого расположилась 8 мегапиксельная камера основная камера представлена тремя фото модулями 16 мегапиксельным сенсором и двумя вспомогательными датчиками глубины и макро по 2 мегапикселя каждый присутствует достаточно яркая вспышка с помощью которой можно организовать дополнительные освещения камеры как бы есть но они плохие шедевры на них не поснимать отзывы wp 8 pro подтверждают хорошую автономность устройства благодаря аккумуляторной батареи на 5000 миллиампер часов мобильником можно активно пользоваться в течение нескольких суток и даже больше процессор helio p22 с четырьмя гигабайтами азу и 64 гигабайтами встроенной памяти на борту обеспечивают должную производительность смартфона для просмотра видео работы с любыми программами и даже иногда поиграть в игры wp 8 pro имеет встроенный nfc модуль так как эта версия про сканер отпечатка пальцев и функцию распознавания лица палец работает нормально не скажу что быстро и не скажу что долго ну в общем просто нормально благодаря навиационным системам gps и глонас компасу барометру датчику приближения и внешнего освещения гироскопу и другим полезным функциям смартфон очень кстати будет в поездках в различных путешествиях в общем смартфон не то чтобы сильно мощный но его защищенность решает хотя сейчас мы проверим эту защищенность давайте-ка я попробую его заморозить давайте в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok Как вы уже поняли, смартфончик не пережил замораживание Я реально удивлен, потому что он выглядит монолитным, выглядит очень сбитым, сказать качественным И мне сказали в ремонтном сервисе, благо это мои друзья, что вода попала через лоток сим-карты Когда я погружал телефон в воду для заморозки, я соответственно все хорошо перепроверил Все уплотнения на герметичность Вот и то есть не знаю, может это я конечно косячок запорол Но вряд ли, вряд ли Телефончик пережил удары им об орехи, то есть орехи он расколол без проблем И вы знаете, на экране никаких следов от того, что я им бил орехи не появилось То есть телефон реально держит удар, держит падение 100%, потому что у него есть обрезиненный корпус, обрезиненные края Вот, и у меня уже был на самом деле ранее на обзоре телефон Doogee S55 Я подарил его младшему брату, он им там такой футбол играл, так кидался короче, ну дети что с них взять Вот, и тот телефон все в принципе пережил Этот 100% также воду пережил бы, наверное, если бы я его не заморозил Мне кажется, что это именно такой нюанс заморозки был Хотя военный стандарт защиты серьезный, ну гарантирует, мне кажется, что заморозку должен был бы пережить Вот, как-то так На самом деле телефон мне реально понравился тем, что он хороший, монолитный, он не толстый Если сравнивать его с другими защищенными телефонами Камеры, соответственно, ни о чем, потому что это защищенник Тут про камеры даже нету никаких намеков на их качество То, что их 4, это так себе, на самом деле, как и у всех других бюджетных телефонов База у него, процессор у него в принципе Helio A22 нормальненький 4 гигабайта ОЗУшки Ну, мне кажется, если вам нужен работяга, можно брать Посмотрите, правда, других блогеров, что они с этим телефоном делали Вот, и если вы его замораживать не будете, я думаю, он у вас проживет долго Хотя, что я могу сказать, он у меня почти умер Благо, в ремонт-сервисе все просушили Кстати, я замечу тоже такой интересный нюанс Что воды там было много В середине, но ничего не погорело Ничего там перепаивать не стали Только, я вам фоточки приложу Посмотрите Там просто окислились некоторые элементы То есть, ребята, все просушили, все сделали Ну, и все нормально Появился дефект на экране Вот вы его можете видеть Это, как я понял, это уже Из-за того, что ребята В специальную камеру погружали телефон Нагревали его Потому что не сказали, что очень тяжело его разобрать То есть, очень тяжело снять экран Его долго грели И, как я понимаю, это из-за этого В ремонт-сервисе сказали, что телефончик Ну, реально очень такой плотненький Хорошо собранный То, что, правда, минус вода попала Ну, тут много уже вопросов и нюансов Опять же, удар держит Падать может без проблем Ничего с ним такого кардинального не случится Но вы видели то, что я видел Заморозку он не прошел Oukitel WP8 Pro NFC Хороший телефон или нехороший Решать уже вам А на сегодня у меня пока все Пишите обязательно в комментариях Как вам данные устройства Может, вы смотрели другие обзоры Других моих коллег по цеху Скажем так, на это устройство Может, мой обзор Не знаю, вас, может быть, разочаровал Может, вы хотели убрать Пишите в комментариях обязательно Вам спасибо за просмотр Спасибо за лайки И подписочки на канал Нажимайте обязательно на колокольчик Чтобы не пропустить другие мои ролики И пока Хорошего вам вечера